Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. На скамье подсудимых, обвиняемый в нападении на начальника отрадницкой полиции, его жену в гарнизонном военном суде, стартовал один из самых резонансных процессов последнего времени. Если в кране нет воды, сегодня в поселках Мехзавод и крутые ключи отключат холодную воду. Надолго ли? Замечания есть, но в целом без серьезных ЧП. Городские власти дали оценку летней здравительной кампании. Деньги любят счет, а казенные особенно. Предприятия, накопившие долги, вызвали на ковер. Как здорово, что все они здесь сегодня собрались. В здание Самарского Белого дома прошло совещание, посвященное Грушинскому фестивалю. Человек, собаки, друг. Накануне Дня кинолога детям из центра «Ровесник» показали, как дрессируют служебных собак. Природные аномалии погоды продолжают удивлять. Сегодня в Самаре прошел ливень с градом. Стихия разбушевалась внезапно. Небо резко затянули тучи. Природные явления наблюдали по всему городу. Дождь длился недолго, всего минут 15. Потом из-за тучи снова выглянуло солнце. Буйство стихии сегодня наблюдали и в Тольятти. В автозаводском районе прошел ураган. По словам очевидцев, от упавших с деревьев веток пострадали пенсионерка и ребенок. Также сильным порывом ветра сорвало крышу с офисного здания. Она упала на автопарковку. Подобные погодные аномалии жители региона видели и накануне. Пользователи интернета выкладывали в сеть снимки града размером с ягоду. Пришли грабить и решились на убийство. Такова основная версия судебного следствия по громкому делу о нападении на начальника отрадинской полиции Дмитрия Вашуркина, его супругу Екатерину. Процесс стартовал в Самарском гарнизонном военном суде. Один из обвиняемых военнослужащий. На скамье подсудимых пятеро. По ходатайству одного из них дело рассматривают трое судей. Репортаж Алины Чемерис. Я смотрю на него и вижу, как он стоит, смотрит на меня и с таким каким-то ехидством, спокойствием и с какой-то удовлетворенностью улыбается, видя на то, что я лежу уже в луже крови. А он стоит и так с ухмылкой смотрит на это все. Я у меня еще промелькнул такая мысль. Не люди, что ли, я не знаю. Как проникли в дом, как убивали жену и избивали его самого. Начальник отрадинской полиции Дмитрий Вашуркин в зале суда рассказывает о событиях той роковой ночи. По его словам, в декабре прошлого года своих обидчиков он впервые встретил в магазине. Потом вместе с супругой отправился домой в село Смышляевка. Заметив незнакомцев, во дворе вышел спросить, кто такие. Говорит, драка завязалась практически сразу. Налетчики избивали и требовали отдать деньги и ценные вещи. Сегодня на скамье подсудимых четверо мужчин. Они под стражей. И девушка. Она под подпиской о невыезде. Лица, да, я двух опознавал в процессе расследования главного дела. С тремя у меня были проведены очные ставки. Поэтому сомнений в том, что это именно те люди, никаких не возникает. Это было нападение именно ради наживы. Их сподвигло, по предварительным следствиям, как было установлено, сподвигло золотая цепочка, которую они увидели мне на шее. Вот основная цель была их вот эта цепочка. Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елташев и Эрнст Яцуненко при любом удобном моменте стараются повернуться спиной к камерам. Двое прячут лица под медицинскими масками. Все мужчины ранее не судимы. У троих из них есть дети. По версии следствия, в ночь на 11 декабря налетчики на дом в Ашуркинах следили за своими жертвами. К месту трагедии предполагаемых преступников привез Пермяков. Он, согласно материалам дела, в нападении не участвовал. Далее трое мужчин избили Дмитрия и Екатерину, забрали деньги и ценные вещи и уехали на квартиру к Чистяковой, которая помогала скрыть улики. Нападавшие на момент совершения нападения не знали о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительных органов. Это они узнали в процессе того, когда собирали ценные вещи в доме и было найдено удостоверение сотрудника полиции. Согласно хронологии, именно после того, как было найдено удостоверение сотрудника полиции и были нанесены удары топором потерпевшему. От полученных травм Екатерина Вашуркина скончалась на месте. Начальник полиции от Радного в тяжелом состоянии попал в больницу. Сейчас Дмитрий чувствует себя лучше, уже вернулся на службу. На заседании суда и мама погибшей Екатерины. Инвалид второй группы потеряла единственную дочь. Вину полностью признала только Чистякова. Мужчина лишь частично согласна с обвинением. Я признаю в том, что я совершил разборное нападение в четвертой части. Но заранее я на это не шел. Что случилось, это я признаю. Но заранее я это не обманывал. Тем, кто ударил топором Вашуркина и его жену, следствие считает Виталий Яранкина. По мнению адвоката, убивать обоих супругов он не собирался, в преступный сговор не вступал. Защита намерена переквалифицировать статью. Покушение на убийство одному лица и убийство. Мы будем исключать разборное нападение, предварительное сговоры и убийство на двух и больных лиц. Так как умысла на убийство на двух и больных лиц у Яранкина не было. И умысла на разборное нападение также не было. То есть он убил? Ну, в этой части он признает вину, конечно. Для убийцы жены Дмитрий Вашуркин намерен требовать самого сурового наказания. Обвиняемым в нападении на семью Вашуркиных может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также мать Екатерина попросила взыскать с Яранкина, который предположительно и нанес смертельный удар ее дочери, 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приобщил ходатайство к делу. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Сегодня с 10 часов вечера и до полудня завтрашнего дня отключат воду в поселке Мехзавод, в микрорайонах Крутые Ключи, Шведская Слобода, Новая Самара. Это связано с ремонтными работами на водопроводе. Сейчас питьевая вода подается в Мехзавод и Крутые Ключи по единственной трубе. Резервные схемы в этом месте отсутствуют. Весной жители несколько раз оставались без холодной воды из-за аварии. По данным регионального управления МЧС России, здесь расположено 11 социально значимых объектов, 673 дома с населением почти 73 тысячи человек. Из них 12 тысяч – это дети. Работы по подключению резервной схемы начнутся сегодня. Всю ночь на месте будут дежурить руководители подразделений коммунальных служб и аварийные бригады. Такое распоряжение своим подчиненным дал первый вице-мэр Владимир Василенко на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Ввод в эксплуатацию данной трубы позволит улучшить качество водоснабжения поселков, а в случае аварии на основной трубе обеспечить подачу воды в дома жителей по резервной схеме. Это переврезка на резервную трубу будем, врезку делаем. То есть уходим хотя бы, входить будем в эту зиму, иметь резервную трубу. У нас обеспечен резерв, будет мехзавод и Кошелев проект. Наконец-то добились мы. 11 раз за первую смену в детских оздоровительных лагерях Самары отключали электричество. Причина – непогода. В загородных с проблем исправлялись генераторы, в городе сеть оперативно ремонтировали рабочие. В целом же летняя оздоровительная кампания проходит без ЧП, подвели итоги в мэрии. Марьяна Мирная продолжит. Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре уже завершилась первая смена. Чрезвычайных происшествий не возникало, но вот перебои с электричеством случались 11 раз. Причиной тому непогода – ветром обрывало провода. Со всеми ситуациями службы справлялись оперативно. И даже несмотря на сюрпризы природы, 8 июня был открыт еще и палаточный лагерь для юных туристов. Очень сильно ужесточены требования к лагерям палаточным в чистом виде, но хотелось бы все равно детям навыки туризма сформировать. Мы на территории нашего лагеря «Союз» в Волжском районе, там он имеет огромную территорию, сделали такой палаточный лагерь «Молодежная планета», где у нас ставятся палатки, оборудование, инвентарь, дети в условиях лагеря, но тем не менее отрабатывают первые навыки деятельности в походе. В Самаре работает 178 пришкольных лагерей, они будут открыты до 30 июня. И если с муниципальных мест отдыха спрос жесткий, власти контролируют безопасность и санитарное состояние, то с частным дело обстоит сложнее. Но и на недобросовестных владельцев находятся рычаги давления. Нескольким загородным лагерям просто не выдали разрешение на работу, пока не исправят ситуацию. По частным лагерям я думаю, что вот этот год будет как раз переломным. И если участники не поймут, что они должны вкладывать туда деньги, то получится та ситуация, когда деньги у них ушли. Вот эти 552 ребенка, которых мы срочно раскидывали по другим лагерям. Это то, что они потеряли. Детей в Самаре с каждым годом становится больше, и то количество лагерей, которое есть, уже не справляется с нагрузкой. Мэр Самара Олег Фурсов поручил исследовать потенциал развития детского отдыха. Я думаю, интерес к детскому туризму в Самарской области будет расти, и нагородние могут приезжать сюда дети. Значит, хорошо, чтобы у нас была с вами стратегия, как мы должны действовать, чтобы развивать такие лагеря. Брошенные площадки существуют, все равно ситуация у нас каким-то образом разрешится. Я думаю, мы сможем выделять деньги на открытие новых лагерей. Для тех ребят, кто окажется не охвачен загородным отдыхом в Самаре, работают досуговые площадки по месту жительства. А желающие получить первый трудовой опыт могут устроиться на временную работу. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Предприятие «Авиакур Аэропорт» вызвали для разбора полетов. Правда, по вполне земному вопросу оно задолжало почти 2 миллиона рублей по земельному налогу. Проблемы погашения долга рассматривали на заседании межведомственной комиссии при администрации Самара. Предприятие оказалось в сложной ситуации. Его подвел заказчик, не оплатив работы, которую «Авиакур» выполнил за два предыдущих года. На ковер также вызвали другие организации. Это ООО «Титан», НПК «Разумные решения», «Витязи» и «Стройпроектсервис». Основная часть долга – это НДФЛ и арендная плата. Всего в списке должников числилось 16 предприятий. 10 из них успели выполнить свои обязательства перед бюджетом и избежали серьезного разговора на комиссии. Тенденции таковы, что, как Наталья Александровна доложила, основная часть предприятий, которые были должны, выплатили свои обязательства, погасили в период подготовки данного заседания. То есть все-таки больше получается, что эффективнее предупредительная работа по правонарушению. Награжден посмертно. Вдове погибшего летчика Александра Зайцева вручили Орден Мужества. Награда присвоена указом президента России. Наш земляк разбился при крушении Ту-95МС в июле 2015 года. Государственные награды вручал сегодня губернатор Николай Меркушкин. В отчетной регалии получили лауреаты самых разных предприятий и профессий. Олег Зверев тоже побывал на торжественной церемонии. Орден Мужества вручается вдове и дочери погибшего летчика Александра Зайцева. Зал приветствует их стоя. Наш земляк, бортинженер ракетоносца Ту-95МС, служил на авиабазе Украинка в Амурской области и разбился во время тренировочного полета в июле 2015 года. Посмертные награды передаются в семью на вечное хранение. По просьбе командования ВКС России орден вручил губернатор Николай Меркушкин. Когда нам было защищение фашизма, сегодня новые вызовы. И снова наши граждане, люди, молодые, частые люди, которые выполняют свой долг, и они выполняют их счастье. Если какие-то вопросы будут, государство, страна, и мы в том числе сделаем все для того, чтобы вас в разных обжитивных ситуациях поддержали. Еще один такой же орден отправляется в набережные Челны. И будет вручен вдове командир экипажа «Крылатого медведя» Антона Ботечко 22 июня. Решением главы Самарского региона обоим семьям будет оказана финансовая поддержка. Из резервного фонда губернатора выделено по полмиллиона рублей. Очень добрый человек был, очень позитивный, улыбчивый. Но очень крутой специалист был. Имеет награды Нестерова. Очень много кого выучил. Он был инструктором. Так вышло, что вручение госнаград состоялось в канун Дня памяти и скорби. Но обладателями почетных легалий стали не только семьи военных. Звание заслуженной машиностроителя России присвоено техническому директору предприятия «Металист Самара» Александру Карпухину. Почетной грамотой президента России награжден председатель Самарского регионального отделения Федерации хоккея Владимир Асеев. Директору «Самарта» Сергею Соколова вручен знак отличия за заслуги перед Самарской областью. Ветерану агропромышленного комплекса Евгению Чичеву за труд во благо земли Самарской. Вот полуниковой стаж работает в агропромышленном комплексе. Обязываю, господи, попросить вас, Николай Иванович, и ваш офицер, в чем Самарское самоущество, если можно так выразиться. Берегите село. Награды получили представители самых разных профессий и предприятий. Прибавилось в списках заслуженных артистов, работников промышленности, сельского хозяйства Самарской области. Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой присвоено звание «Заслуженный работник органов государственной власти». И все, что мы делаем, мы делаем для человека, во имя человека, для процветания нашей Родины и Самарской области. Николай Иванович, спасибо вам и за заботу к нам, и за вашу работу. Заслуженный работник ЖКХ, авиационно-космического комплекса, правоохранительных органов и социальной защиты Самарской области. Те, кто признаны самыми достойными в своей отрасли. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. С космодрома Куру в течение двух лет запустят 8 Самарских союзов СТ. В этом году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена. Запущены две ракеты. Контракт на поставку первых носителей Союза СТ был подписан еще в 2005 году. Предполагалось запустить с Куру не менее 50 ракет за 15 лет. Первый пуск ракеты Союза с космодрома Куру состоялся в 2011 году. Из-за воды, пришедшей с Верховья в Фолге, ее уровень в Куйбышевском водохранилище достиг 53 метров 33 сантиметров. Опасным уровнем является 53,5 метра. И потому не исключено, что гидроэлектростанция может увеличить сбросы до 13-14 тысяч кубометров в секунду. Повышение сброса в Жигулевской ГЭС уже привело к затоплению двух бас отдыха в районе Федоровки и дачных массивов на полуострове Копылова. В Самаре проведут расчистку одного из Воронежских озер. На это планируется потратить почти миллион рублей. Деньги на выполнение работ будут выделены из городского бюджета. Подрядчик должен провести водолазное обследование дна, убрать оттуда мусор, а также очистить береговую полосу. Работы должны быть выполнены до конца сентября текущего года. В Самаре начали асфальтировать отремонтированную часть Южного моста. Параллельно специалисты ведут ремонт опор путепровода. Напомним, что ремонт Южного моста стартовал в апреле. Подрядчику предстоит заменить всю проезжую часть и деформационные швы. Мост имеет разную конфигурацию. Это балки, подвесные конструкции и часть работ придется вести над водой. Завершить ремонт первой половины моста подрядчики планируют в середине июля. После этого ее откроют для движения транспорта. Соответственно, вторую половину закроют на ремонт. Большая часть самарцев предпочитают отдыхать в своем регионе. Кроме того, по сравнению с летом 2016 года, заметно снизилось число граждан, решивших вообще отказаться от летнего отдыха. 20% против 26% в прошлом году. Согласно результатам опроса, 20% россиян намерены провести отпуск на даче. 21% дома, занимаясь делами. 8% респондентов намерены путешествовать по другим городам России. Еще столько же на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4% соответственно. Грушинский фестиваль будет проходить в конце лета. В год чемпионата мира по футболу барды споют свои песни в начале августа. Таковы требования ФИФА. Ну а к нынешнему фестивалю все оргвопросы уже решены. От цены за парковку до комплексного обеда. Разжигать костры, кстати, с этого года строго запрещено. О всех новинках традиционного слета туристов подробнее расскажет Сергей Кизоркин. Всероссийский фестиваль авторской песни Валерия Грушина в этом году приглашает артистов и туристов на Мострюковские озера в четверг, 29 июня. Галоконцерт на гитаре пройдет в воскресенье, 2 июля. В этом году фестиваль посвящен 50-летию подвига Грушина. Студент Куйбышевского авиационного института погиб в турпоходе по сибирской реке Ауде. Валерий спасал тонувшую семью начальника местной метеостанции. В программе будет мероприятие, на котором соберутся его друзья, кто вместе с ним учился, ходил в походы. Это и Борис Есипов, который сочинил гимн о маленьком человеке, баллада, с которой начинается каждый фестиваль, концерт на горе. Программа Груши, как фестиваль любя, называют барды, как всегда насыщена событиями. Будут работать три концертные площадки. Приедут как известные исполнители, так и новички. Особенно много в этом году молодежи. Специально для них весной проводили бардовский конкурс. Вспомнят, кроме Валерия Грушина, и поэта Евгения Евтушенко. Еще в прошлом году он приезжал на фестиваль со своими стихами. Он написал прекрасные стихи о Грушинском фестивале. Вот одно из стихотворений, его там прочтут молодые совершенно ребята, а заканчивается это стихотворение такими строчками интересными. И вновь на гитару, качающуюся на разинской буйной воде, пойду никогда не отчаивающийся по-грушински молодой. На фестивале будет работать кинотеатр под открытым небом. Приедет театр на Таганке со спектаклем «Флейта позвоночник». Ветераны крыльев советов сыграют в футбол со сборной мира. Будет где отдохнуть детям и подросткам. Вообще, Грушу в этом году организаторы называют семейным фестивалем. Предполагается, что палаточный городок вместит несколько десятков тысяч гостей. Можно будет, как обычно, добираться общественным транспортом. Большое количество электропоездов дополнительных вводится. На что просим обратить внимание. Дело в том, что, как всегда, на личном транспорте доехать будет можно, но это, в общем, достаточно сложно. Понимаем, что парковочных мест, как всегда, не хватает. Но, к сожалению, мы не можем там огромные парковки предоставлять еще больше, чем сейчас, потому что все-таки это лесная зона. Цена парковки во время фестиваля составит тысячу рублей, а комплексный обед в столовой порядка 150. Готовить еду на костре запретят. В ходу будут плитки и примусы. И еще одна новость. В год проведения чемпионата мира по футболу Грушинский фестиваль пройдет не в свое обычное время, а с 9 по 12 августа. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Когда собачья жизнь в радость, накануне Дня кинолога, детей из приюта «Ровесник» привезли на экскурсию в кинологический центр, где познакомились с его обитателями и показали чудеса дрессуры. С четвероногими героями подружилась и наша съемочная группа. Не просто друг, а напарник. С лабрадором Янки кинолог Надежда Баканова работает с 2012 года. Вместе и на стадион, и в метро, и на фестивале. Кинолог говорит, главное качество пса – интеллект. Именно поэтому он так нетороплив. Кто понял жизнь, тот не спешит, шутит Надежда. И всегда поощряет напарника за хорошую работу. Янки, как любой лабрадор, будет всегда готов работать за еду. То есть для нас лакомство – это, конечно, всегда сырочек, колбаска, яблочко, банан, любой фрукт. Мы любим все. Нас часто пытаются накормить, напоить, даже хлебом. Янки – специалист по обнаружению взрывчатки. А вот эта красавица, бельгийская овчарка, носит необычное имя – Самара Ротстар Акелла. Ловит преступников. А еще она настоящий полиглот, знает пять языков – русский, французский, немецкий, английский и армянский. Стоять! Куше! Это на французском продолжу. На французском сейчас поставлю. Дай бог! Браво! Это я сделал для того, чтобы чисто физически, спортивный интерес – смогу ли я, сможет ли собака. Ну, вроде получилось. Интересно, конечно. Я искал хотя бы где-то в интернете, на нескольких языках. Ничего, может, я не нашел. Я не скидывал ничего такого. Для своего удовольствия я это сделал. Чтобы команда сработалась, кинолог и собака должны найти друг друга. К каждому животному индивидуальный подход. Сейчас в центре содержится 135 овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, испаниелей. Одни ищут оружие, другие – наркотики, третий – ловят бандитов. Всех их объединяет одно – умение и желание работать с человеком бок о бок. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Самарский канаист выиграл чемпионат страны. Шпажист Павел Сухов продолжает завоевывать Европу. Ветераны дзюдо – лучшие в старом свете. С подробностями Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Ветераны дзюдо покорят пьедесталы континентального первенства. Самарский шпажист уже не первый год, а лучший в Европе. Самарские грибцы завоевали медали чемпионата России. Самарские грибцы на чемпионате страны выиграли 9 медалей золота у Ильи Штоколова. Он финишировал первым в кануе-одиночке на дистанции 500 метров. Михаил Павлов шел две дистанции на кануе-двойке и привез две медали – серебро на дистанции 500 и бронзу на 1000 метров. Успешно выступила и женская сборная Кристина Полежай на байдарке. Дважды финишировала третий на дистанциях 200 и 500 метров. Олеся Никифорова завоевала бронзу, выступая в кануе-двойке на полкилометра. Самарский шпажист Павел Сухов стал чемпионом Европы по фехтованию. В Тбилиси-Грузии сборная России победила Польшу 31-25, Швейцарию 45-34, Германию 41-30. В финале команду Сухова ждали украинские соперники. Решающий бои провел самарский спортсмен. Первый поединок Павел выиграл со счетом 5-2. Вышел он добывать победу и в заключительной схватке, которая закончилась в пользу России в один укол. Сборная страны по шпаге впервые в истории выиграла золото командного турнира чемпионата Европы. Раненый высшим результатом было третье место. Не подкачали на чемпионате Европы и ветераны дзюдо. В Загребе, Хорватии выступали самарцы Сергей Мордвинов серебро в весовой категории до 81 кг и Рамиль Гельмендинов до 66 кг. Золотая медаль. Помимо личных встреч дзюдоисты боролись в командном чемпионате и заняли второе место. В финале уступили Азербайджану. В сентябре Мордвинова и Гельмендинова в Италии ждет чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы горожан. В числе важных будут затронуты темы ремонта уличной дорожной сети, благоустройства общественных зон, разработки нового генплана Самары. Звонки в студии принимаются по телефону 926-04-80. Начало эфира в 19.00 в среду 21 июня. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам. Увидимся.